Я случайно познакомилась с ним на Новый год у друзей. Он пришел настроить старинное пианино, достал множество инструментов, всяких молоточков, долго и сосредоточенно настраивал немецкий инструмент, а потом где-то час с лишним по нотам играл. И меня поразила та легкость, с которой он исполнял произведение. То есть руки жили и двигались сами. Где-то он совершал ошибочки, где-то, но видно было, что он читает по нотам, а меня это всегда завораживало. То есть мне, чтобы что-то сыграть, это мне нужно разобрать, потом выучивать это месяца два или три, и потом только я могу это повторить. А здесь вот это чтение с листа, вот это то, что мне не дано, а мне, когда что-то не дано, меня это прям восхищает других людей. Меня это, конечно, восхитило, плюс вот эта музыкальность, чувство к строке. Ну и я стала с Артемом разговаривать. Он работает в церкви и совершенно не верит в себя. Возможность карьеры пианиста и считает, что все места под небом уже заняты. А я полагаю, это очень сильно неправильно, потому что Артем молод, хорош собой, имеет музыкальное образование. И я хочу, чтобы вы, посмотрев на Артема, каждый узнали в нем себя. Где этот момент неверия в себя? Где этот момент недооценки? Где этот момент, который нужно истребить? Каждому человеку однозначно нужна любовь. Это все, что нам нужно. Кто-то в работе локти, сдирает в кровь, уповает на дружбу. А кому-то покажется, будто слава решает все. Он живет ради славы, но только любовь. Каждому принесет то, что не для забавы. Кто-то в творчестве хочет найти себе вечное незабвение. А другой Богу молится о судьбе, ставя все на моление. А иная хочет в спешке родить дитя, чтобы был наследник, чтобы было кому предъявить себя, оттянув передник. Без любви настоящей весь какой-то ты неживой. Хоть вдвоем в постели, да и слава, и деньги, и даже наследник твой пузыри, нецели. Для нее ты, пожалуйста, приготовь берег сердца южный. Ведь каждому человеку однозначно нужна любовь. Это все, что нам нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»